Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 31 января, среда. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, дорогие друзья, сегодня я встал пораньше, буквально уже почти в 12 и отфильтровал именно для вас новости по важности, что может быть лучше этого события, друзья мои. Сегодня среда, да, я не на кассе порил, нет, сегодня среда. Итак, дорогие друзья, сегодня очень важный день для валютных трейдунишек. Сегодня в 22.00 решение по ставке ФРС и в 22.30 пресс-конференция ФОМК, ну, можно сказать, пресс-конференция ФРС, где Павел будет развлекать народ. Поэтому, друзья мои, начиная с 10.00 вечера по Москве и пол-одиннадцатого по Москве ожидается гигантский выплеск сероводорода у трейдунишек, который в это время будет находиться в позиции. Поэтому, приготовьтесь, приготовьтесь, этого дня ждали многие и это будет весело. Вчера, вчера вышли новости по баксу, они все вышли в зеленой зоне, бакс укрепляется по новостям, но судя по тому, как ползет золото вверх, практически полностью уже отработало вчерашнее падение. Давайте обсудим эти и другие новости на графике. Поехали! Итак, дорогие друзья, перед вами мета-трейдер номер 4 и котировки золота, которые вчера слегка подрастали прямо до публикации новостей из не очень уже Соединенных Штатов Америки. И на этих сильных новостях золото подвалилось. Напоминаю, что произошло не абы где, это произошло от шартового слома, который был у нас морозным январем обозначен. Вот здесь был тест, вышла новость, все упало, вот сейчас практически уже половину компенсировали. И по большому счету, по большому счету, сегодня ваш покорный, но, к сожалению, не всегда дальневидный слуга, все-таки ожидает продолжение роста. Почему я такой оптимистичный? Потому что золотые маркетмейкеры оставили очень любопытную площадку по золоту, которая находится на пятерочке 2062. 2062 доллара за тройскую, непонятно никому, тройскую унцию. Но шартовый слом был оттестирован, я говорил, что это тоже цель, от нее будет коррекция, и кто пользуется этими идеями, уже заработали на них несколько раз. Но я ожидаю дальнейшего ослабления американского доллара в эту зону. Это может произойти не за один, может быть, день, но все-таки это хорошая цель для охотников за стопами, которые смотрят на этот канал. Пара евро-доллар. Пара евро-доллар героически не демонстрирует в последнее время для меня сигналов. Хотя вчера, вчера был, вчера был такой очень легенький лонговый сигнал на покупку, и он довольно быстро отработался. Вот, то есть, мы здесь угадали шартами, но это я давал в рамках закрытого канала. То есть, вот эта площадочка, вот она, то есть, это хай вот этого дня, 29-го. Следующий, подошли к ней, упали на лонговый слом, вот он здесь находится, и от него прошла трешка. Здесь соотношение было небольшое, совсем один к одному, то есть, 160 на 222. Я, честно говоря, не успел его взять, вот. Но, по большому счету, те, кто знал, подобные стопы пользуют, вчера на этом заработал. Сегодня на Азии рыночек опять упал, все болтается внизу, площадок каких-то нет. Вот, и, на мой взгляд, идет такое накопление треугольное перед сегодняшними фомками, которые все это разнесут в клочья просто. Как на этом заработать, я пока не знаю, но то, что я вижу, вот эта вся натяжка вниз, шартовая перед сильными новостями из не очень уже Соединенных Штатов, говорит о том, что это все замануха для продавцов, чтобы они шартили, чтобы их индикаторы краснели, там, магдиш, магдистохастики, блохастики и прочая кибернечисть показывает шарты, а потом на новостях все пойдет очень резко в другую сторону. Ну, так, скорее всего, может быть, и поэтому в этой ситуации я бы присматривался к лонговым сломам. Понятное дело, что оставлять позиции просто так перед новостями, особенно без стопов, это, конечно, смертельный номер, но присматриваться к лонгам было бы, конечно, на мой взгляд, правильно. Сейчас прям по междуазиатской и европейской сессии есть лонговый слом, но целей нет, да, то есть вы, куда вы сейчас не посмотрите, ни на часе, ни на четырех часе, ни на пятнашках нету хороших целей. То есть вчера хотя бы можно было поохотиться за стопами одного, как минимум, шартового дня 29-го числа, а сегодня мы стоим под этой плотностью, отбились от нижней плотности, в общем, не вижу пока ничего любопытного для того, чтобы рисковать деньгами, в том числе и вашими. Переключаемся к паре австралийский доллар, к американскому. Американскому все пока стоит. Гигантский флет уже идет не первую неделю, заманивает игроков сюда. Да, было бы вообще любопытно, я уже говорил об этом, да, что лучший вход для тех, кто еще не покупал вот в этой зоне, как я и говорил, все-таки купить от ложного возможного пробоя вот этой площадки, был бы, конечно, лучший вариант, и запас хода здесь огромный. Но могут не дать, могут не дать, и, собственно, в этой зоне вы можете остаться без позиции. Фунт доллар. Ставлю сейчас недельный таймфрейм, показать просто в каком плете мы сейчас находимся. Я читаю комментарии там на YouTube-канале для того, чтобы, ну, как бы прокомментировать их в плане того, что нет сигналов по фунту, я не озвучиваю фунта, потому что, потому что у него просто, просто какой-то дикий флэт, ну, какие-то нет классных целей, ничего такого любопытного нет, поэтому я в фунта сейчас не играю. Доллар-канадец тоже на недельку, кстати, обратите внимание, на мой взгляд, готовится к трешке вниз. Ну, логично было бы, да, у нас прошла шортовая инициатива, откат на откате два пин-бара, слегка шортовых, ну, и логично было бы, чтобы эта вся песня повалилась вниз. На этом фоне можно присматриваться к каким-то коротким позициям, там, на четвертом тайме, какие-то сломы искать, но их пока особо нет, возможно, не могут появиться, появится сегодня, либо после новостей. Доллар-иена тоже, тоже застой, застой перед ставкой, все ждут, что там наговорят, наговорит Павел, как обычно, намутят там своих мутников, никто ничего не поймет, и потом рынок будет расти, либо падать, и все скажут, ну, так это же Павел сказал, поэтому туда и пошло. Поэтому я пока здесь на заборе, и мне здесь ничего не нравится. Так, что касается жижи, друзья мои, жижа в печали, подваливает, подваливает, все ждут ответа, ответа американских военных, вот, по проиранским формированиям, ну, все, я имею в виду, кроме меня, мне вообще пофиг на них всех вместе взятых, потому что это вообще самая, самая пустая информация, на которой обычным смертным трейдерам заработать невозможно. Я ничего не жду, я жду хорошей ситуации, которые бы мне позволили зайти с короткими стопами, я люблю трейдить жижу на аж четвертом таймфрейме, от сломов на аж четвертом таймфрейме, и то, что я вижу по нефти, я не вижу интересных сломов для того, чтобы рисковать деньгами здесь. Что касается биткоина, биткоин потихонечку корректируется, побрил, кстати, площадочку вот здесь вот, может, конечно, откатить, зона для покупок неплохая вот в этой зоне, то есть, ну, опять же, если хотите прикупиться криптой, вот так было бы, конечно, любопытно. Так, рубль подрастает, никому он нафиг не нужен, доллар рубль, я имею в виду, вот, набил площадочку, я думаю, что она будет вынесена только в путь. Индекс бакса, обратите внимание, дохнет, просто дохнет, свечки все меньше и меньше, но у нас, друзья мои, еще не конец недели, если неделя так закроется, будет, конечно, однозначно слабость бакса, но напоминаю, что здесь тоже есть площадка, которую могут снять как минимум ложное. Это для любителей торговли индекс доллара, я не знаю людей, которые его торгуют. Так, что касается S&P, NASDAQ и все прочее, все прочее индекс на сегодня прям подваливает, подваливает. S&P, напоминаю, вообще на исторических хаях, вообще там под пятюню уже подтянулось, не вижу здесь пока возможности каких-то интересных подзаработать, то, что у нас открылось все в печали, это хороший шортовый слом, кстати, обратите внимание, и если вкатят, вот и Пауэлл там поджестит, если бак сукрепится, то с откатом можно было продавать, конечно, но я не уверен, что это хорошая идея, набирать какие-то позиции перед выступлениями, лучше опираться на импульсы после него. Так, что касается газика, друзья мои, 2 бакса, 2 бакса и эта, друзья мои, экспирация прошла, и я считаю, что можно набирать газ на повышение и удерживать его в течение месяца. Он валит, и это хорошо, от 2 до 1,5 можно набирать каждый, ну, там, не знаю, сколько получается, 10 центов, да? То есть сеточку раскинуть от текущих, примерно так, бах, там, бах, так это у нас сколько, 3, 2, 0, А, мы же еще, так, 9, ну, там, каждую соточку примерно так, примерно так раскидаться и потом захватить его просто сеткой, ну, как минимум на возврат, а как максимум, конечно, под гэпчик вот этот экспирационный, ну, вот, что может здесь пойти не так? Ну, как обычно, все, вот, либо то, что вы можете не успеть до следующей экспирации эту позицию удержать. Могут, конечно, прошить вообще исторический лоя, раз мы уже к ним прилипли, вот, то, и вы, конечно, парень из консервы, ну, я имею в виду консервативный, то, то, и идеально бы набрать лонги ниже лоу 23-го года, вот, и рассчитывать уже на какие-то глобальные лонговые тенденции, на отскок. Насчет того, что может пойти не так, газ может в течение месяца не вырасти, то есть он может подваливать, либо флетить, и ровно через месяц ваши позиции закроются, либо с прибылью, либо с убытком и с учетом еще и свопов, вот, потому что даже на бессвоповых счетах по моей партнерской программе свопы не списываются только по валютным позициям, а газ, друзья мои, валютой не является, поздравляю для кого это новость. Так вот, то есть, если вы осторожны, а вы, скорее всего, нет, то ниже 23-го года сетка лимитных покупок со стопом, друзья мои, за 0. Да, такое тоже может быть, поверьте моим седым волосам в разных частях моего 44-х летнего тела, что газ, что нефть может стоить минус 50, ну, а газ, почему бы и не минус 100 при текущей в 2 бачка. Поэтому, поэтому я за лонги, вот, либо с текущих, либо ниже, либо раскидывать сеточку, но это хороший актив, я считаю, что он может стоить и 2, и 3, и 5, и 10, да, понимаете, но взять вы это все по-любому не сможете, потому что газовые контракты склеиваются раз в месяц, и все, что вы можете сделать, поддержать его месяцок в надежде на то, что он вырастет, ну, примерно, как на бинарных опционах, то есть, не одну минуту, а один месяц просто. Если вы вообще понимаете, что я говорю, напишите, пожалуйста, а то, может, я за это говорю. Так, начиная с доллар-франка, и дальше нас интересует исключительно сеточный метод торговли, и здесь меня интересуют цены, которых сейчас нет. Да, друзья мои, я такой странный человек. Значит, доллар-франк, меня интересует только ниже минимума текущего года, сетка лимитных покупок, шаг не менее 500 пунктов. Канадец франк пока спит в диапазоне, соответственно, меня интересуют цены ниже минимума текущего года, либо, если вы любитель потрейдить кроссы от сломов, то у вас вот он четкий слом, и вы можете попытать лонговое счастье вот в эту зону. Канадец иена. Канадец иена готова к переписыванию вершин 23-го года. Если вы еще не торчите в шортах в этом инструменте и верите вот в эту площадку, то можете здесь набирать его шагом в 1000 пунктов по никому непонятному пятому знаку. По франк иене та же самая история. Ауди кат подваливает, и если он так будет безобразничать дальше, то ниже минимума текущего года, шаг не менее 500 пунктов. Новозеландец франк тоже ниже минимума 23-го года, сетка лимитных покупок, шаг не менее 500. Австралиец-Новозеландец продолжает спать в диапазоне, меня интересуют цены по его краям, пока мы их не видим. Еврокат пока тоже нет никакого движения, меня интересует сетка лимитных продаж выше вершины 23-го года, пока он сюда не залетел. Так, евро-франк подваливает, и он, кстати, ближе всех к набору сетки лимитных покупок ниже текущего года. Так, евро-ауди, тоже диапазоны, магические диапазоны показаны у меня на графике, рынок сюда не дошел, поэтому мы этот инструмент не торгуем и не анализируем. Сильверок, я за ланги, пока лая на повышение, ждем удара в 26 и дальше в 30. В принципе, все. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Так, 3-х долларовый счет, это у меня, говорит кто-то в первом комментарии. По мастер-классу шеф получилось подзаработать на золоте. Слава богу, друзья мои, я даю кому-то работу. Вот, видите, с 3 долларов до 10. А представляете, если у вас был миллион, а потом стало 10 миллионов, я думаю, что вы были бы рады. Так, Андрей, про мастер-классы. Ждем свежих выпусков. Да, да, масса, масса планов. Прям сегодня постараюсь записать и опубликовать. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот позвольте сейчас ситуация непонятная перед новостями. Друзья мои, а когда она была понятная? Когда была понятная ситуация? Вот, хоть раз напишите мне. И, в принципе, есть такая трейдерская пословица. Если в рынке что-то очевидно, то оно маловероятно. Так, ну, если вы не вышли там на 2030, сколько там, 6, вот, ну, там было хорошее соотношение тейк-профита. То вы жадный, да, но жадный периодически может быть богатым. Поэтому ждите следующие цели, на которые спрятались продавцы. Надеюсь, было бы неплохо, если бы сегодня на новостях она отработалась. Так, газ во флете нормально так потрепал в течение дня. От низов до верхней границы. То есть, после экспирации, нападения, вы работали там, скальпели на границах маленьких диапазончиков. Ну, молодцы. Пока не зацепился. Ждем, ждем. Все время неплохой безубыток. На центовом счете тяжко такие ресурсы торговать. А если что, счет больше 3 баксов, как вы любите. Ну, и 4, друзья мои, доллара на депозите. Немалая сумма по нынешним временам. Я имею ввиду с курсом, да. Так, Андрей, здравствуйте. Прикупил газ два ночи, открылся контракт. 2.45, привлекательная цена. Ждал цены, раскинул сеточку. Надеюсь, да, да. Все правильно, все правильно. Второй день, не смотрите, фунт-доллар. Фунт-доллар понижен в статусе. Теперь после австралиции идет. Вот, друзья мои, я, ну, мне не нравится фунт. Я его не торгую. Я торгую в 99% случаев исключительно евро-доллар. То, что я сейчас зарубился по золоту, это только потому, что там были две привлекательные площадки. Одна из которых уже отработалась вчера. Вот, такое бывает по золоту нечасто, поэтому я к нему прилип. По еврику у меня большинство сделок, и я уверен в том, что достаточно одного инструмента, чтобы не парить себе и так распаренный годами трейдерский мозг подвысохший. Поэтому фунт у меня всегда на десятом месте, потому что я его сам физически не торгую вообще. То есть, как правило, сигналы по евро-доллару и фунту не коррелируют. Только у еврика они всегда техничные. Всегда техничные. Вы можете проверить это в симуляторе, если знаете это слово. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Forex. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok